Здравствуйте! Старший преподаватель кафедры МПМ Ассута Ирина Лисовна Дисциплина основы биологии Дисциплина ставит цели и лечения и усвоения студентами комплексы теоретических и практических знаний о земле и земной коре как источника образования разнообразного мира минералов горных пород и полезных ископаемых, а также получение геологических знаний об истории земли от древнейших доступных изучений этапов ее развития до современной эпохи В результате изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о строении и истории формирования земли и земной коры о закономерности распределения земной корей и полезных ископаемых знать основные методы изучения горных пород минералов и поисков полезных ископаемых картиграфическую и геохранологическую ископаемых уметь определять минералы и горные породы замерять элементы залегания слоев пород, оставлять геологические разрезы, оценить геологическую ситуацию того или иного периода геологической истории земной коры, приобрести практические навыки дегностирования наиболее распространенных горных пород и минералов, их описание составление геологических прогрессов и определение элементов залегания слоев геология включает в себя все от изучения пород и минералов до истории земли а также последствия ступильных версий для общества геология это изучение земли и всего, что составляет нашу планету под твердой каменной корой находится мантия а все эти планеты веже ледное ядро вся эта область активных исследований и конкурирующих теорий среди этих теорий есть теории движения и тонических плит, в помощи которых ученые пытаются объяснить крупномасштабную структуру различных частей плитосферы земли когда движутся и тонические плиты образуются горы или вулканы происходят землетрясения и другие масштабные изменения на планете геология это естественная налога изучающая земли материалы из которых она состоит структуры этих материалов и процессов действующих на ней она включает в себя также и изучение организмов населявших нашу планету важной частью геологии является изучением того как земные материалы структуры процессы и организм менялись в системе времени геологи решают следующие задачи прогнозируют поведение систем земли и вселенной выполняют поиски и рассчитывают запасы природных искусствах таких как грунтовые воды металлы контролируют сохранение почвы и поддержание продуктивности сельского хозяйства разрабатывают методы извлечения природных ресурсов способами которые не вредят окружающей среде осуществляют поддержание качества водоснабжения рекомендуют способы сокращения потерь и утраты имущества в результате щекиных бедствий таких как удержание вулкана землетрясения наводнения оползни ураганы и цинами создают системы геологического контроля над природной средой и прогнозируют воздействие на нее деятельности человека определяют баланс между потребностью общества в природных ресурсах и необходимость поддержания здоровых экосистем объясняют понимание глобальных климатических моделей спектр задач которые стоят перед специалистами в геологии огромен начиная от построения планов выполнения технических задач лабораторий и заканчивая исследования других планет из минеральной сольевой базы работа этой отрасли важна для экономики строительства экологии и даже безопасности людей геология это наука которая изучает твердую землю каменелости и горные породы из которых она состоит а также все процессы влияющие на ее формирование и изменения в течение времени но геология не ограничивает самую землей анализ горных пород других планет шутников или иных небесных сел так же ее компетенции на современном этапе развития геология охватывает многие географические науки гидрологию метеорологию климатологию и другие поэтому она считается одной из основных дисциплин изучающих планету геология пытается познать то что находится на поверхности земли но еще и то что скрыто под ней а также все процессы влияющие на эту сложную систему наука разрабатывает методы с помощью которых можно определять возраст найденных город и их истории комбинила эти инструменты геологи могут вести фронологию биологической истории земли в целом а также определять возраст нашей планеты и все глобальные изменения которые в нем происходили благодаря геологии нам известны основные движения технических лип происходивших в процессе эволюции планеты основные ступени развития жизни и прошлые тематические зоны геологи используют широкий спектр методов для понимания структуры и эволюции планеты включая полевые работы описание пород геофизические методы химический анализ физические эксперименты математические анализирования с практической точки зрения геология важна для разведки и эксплуатации минеральных и углеводородных ресурсов оценки водных ресурсов понимание природных опасностей устранение экологических проблем и предоставление информации о прошлых изменениях климата основы геологии являются основной академической дисциплиной рассмотрим основные виды преподной геологии к которой относятся геологическая разведка исследование материала оценка ресурсного потенциала оценка экономической эффективности космическая астрономическая геология проектирование и вычисления исследование геологического характера кем работать в преподной геологии человек может выбрать сам но чаще всего это связано с постоянными исследованиями и вычислениями вид деятельности человека может быть даже значительно отличаться от первоначального представления основной профессии например совершить подсчет месячной сметы на разработку места рождения часть геологии является минералом который изучает минерал минерал это твердое химическое соединение которое может светить в природе в чистом виде породы в свою очередь могут состоять из одного или нескольких минералах соединения которые встречаются только в живых организмах минералам не относятся но есть ряд исключений так если говорить к примеру минералов которые являются биогенными например кольцами или органическими например минералами минерал должен отличать пяти требованиям должен встречаться в природе быть неорганическим быть твердым веществом иметь определенный химический состав иметь упорядоченную внутреннюю структуру в геологии и минерологии термин минерал обычно используется в отношении минеральных частей то есть кристаллических соединений довольно четко определенным химическим составом и определенной кристаллической структурой минералы без определенной кристаллической структуры такие как опал или арцепиан правильнее называть минералоидами то есть минералоподобными веществами если химическое соединение может встречаться в природе с различными кристаллическими структурами то каждая структура считается различным минеральным видом так например кварц чистый шавет это два разных минерала состоящих из одного и того же соединения диоксидокремия химическая формула СО2 на этом слайде представлены минералы кольцид и милип кольцид имеет биогенную происхождение милип органическое на данном слайде минералы О5 и обсидина обсидиан который имеет аморфные здесь мы видим кварц и стишавит которые состоят из диоксидокремния но различаются кристаллической структурой рассмотрим горные породы горная это природная совокупность минералов и минералоподобных лиц когда материал затвердевает или кристаллизуется из лавы или мазы это магнотическая порода далее магнотическая порода может стать остаточной благодаря действию ветра и разрушению на последней стадии порода под воздействием тепла и давления изменяет свое минеральное содержание и становится метамортической большая часть исследований в области геологии связаны с изучением горных пород потому что они обращаются в тибетскую историю земли рассмотрим типы горных пород известны три главных типа пород магматические осадочные метамортические каждая порода в свою очередь имеет в своей структуре определенные минералы каждый минерал имеет определенные физические вызовы и существует множество тестов для определения каждого из них образцы горных пород могут быть проверены на структуру текстуру свет спаяность излом прозрачность наличие прожилка твердость по столе моуса плотность слоистость кристалличность удельный вес блеск хрупкость растворимость кислота электроповодность надлитность путь запах наличие остатков в организме происхождение химических состав и так далее рассмотрим подробнее происхождение или генозис по происхождению породы бывают магматические которые в свою очередь бывают глубинные и изменившиеся или инклюзивные и эксклюзивные а с обочиной делятся на обломочные органические и химические и метаматические химические состав пород может быть силикатный фосфатный сульфатный карбонатный целочный морфологические свойства это плотность плотность бывает плотная или ризная кристаллическая или землистая структура которая бывает крупно-средне и мелкозернистая фиксура массивная слоистая со следами течения волокнистая а также наличие остатков органических механическим свойствам относится твердость которая определяется по шкале маоса спаянность то есть свойства минерала раскалываться по определенным направлениям с образованием плоских зеркальных поверхностей и злом который бывает раковиски кристаллически неровные и так далее токсическим свойствам относится цвет прозрачность цвет черты то есть цвет порошка минерала оставленный на фарфоровой неглазурованной пластинке так называемом бисквитке блеск это способность минерала отражать падающий на него поток света к дополнительным свойствам относятся крупность упругость скопкость магнитность растворимость кислота вкус минералы могут иметь отличительный вкус например галит на вкус как повареное слое запах в минералах может быть характерный запах например серо пахнет пухлыми вяльцами окаменелость окаменелость это результат процесса окаменения органического материала в результате органический материал тогда именно заменяется минералами хорошим примером окаменения является окаменелое дерево любой организм начиная от бактерий заканчивая позвоночник может стать окаменелым и последнее использование рассмотрим шкалу молока которая состоит из десяти пунктов каждому полу соответствует определенный минерал так по танку мы определяем твердость единицы гипс 2 кальчик 3 нуорит или пламиковый спад это 4 апатит 5 ортокласс или полевой спад 6 твердость карца 7 топаз 8 король 9 и самый твердый это алма твердость можно также определить и подручную средствами например нобыть у нас бывает 2,5 метная монета 3 стекло 5 лезвие ножа от 5,5 до 6,5 известно также шкала предодиаконова то есть шкала крепости пород здесь представлена таблица из 4 граф которые отражены категория степень крепости название породы и коэффициент крепости нам известно всем категории но первое относится высшей степени крепкие породы это наиболее крепкие плотные ядские кварциты и базальты исключительные под крепостью другие породы коэффициент твердости это 2 вторая категория очень крепкие породы коэффициент твердости 3 третья группа крепкие породы сюда относятся гранит к гранитной породы очень крепкие песчаники и так далее у которых коэффициент твердости а также известняки крепкие не крепкие к гранит крепкие песчаники крепкий мрамер но здесь коэффициент твердости составляет 8 четвертая категория это довольно крепкие породы к которым относятся железные роды коэффициент твердости 6 туда же относятся сланцевые 5 но их коэффициент твердости 5. Пятая категория – это средние породы. Сюда относятся крепкий глинистый сламец, некрепкий глинистый сламец и известняк, мягкий конгломерат. Твердость крепости этих пород составляет 4. Также сюда относятся плотный нергель. Коэффициент крепости составляет 3. Шестая категория – это довольно мягкие породы. Сюда относятся мягкий сламец, очень мягкий глинистый сламец, мёрзлый грунт, антрацит, крепкий галька, коэффициент крепости 2. Шесть А – это то же самое. Сюда относятся крепкий каменный уголь, но его крепость составляет 1,5. И седьмая, последняя группа мягких пород. Сюда относятся глина, но плотная, мягкий каменный уголь, крепкий нанос на 20 грамм. Коэффициент крепости будет единица. Рассмотрим исследовательско-разведывательную деятельность, геологию. Эта наука имеет очень много задач, которые ложатся на кучи работников, чаще и задачи связаны с минерально-сорьевой базой планеты. Фекторы загруженности можно разделить на несколько областей. Это прогнозирование и разведка, изыскание и оценка. Первой целью является изучение земной коры на предмет возможного расположения мягко рождения полезных и тропаний. Изначально всегда делается геологическая разведка, отбираются образцы коров, корот, оценивается местность, затем проводятся лабораторные исследования. Специалисты прикладной геологии по образцам горных пород могут определить, какие процессии здесь происходили миллион лет назад, как они повлияли на инфраструктуру земной коры. Очень часто они используют геологические разрезы, изучают скважины по слоям и составляют прогноз. Определяется тип формирования, то есть породы магматические, метаматические или осадочные, с помощью которого можно предположить залежи, каких полезных ископаемых здесь находятся и в каком количестве. Это основной вид деятельности геологии, особенно если специалист находится непосредственно на месте разведки. Также в его обязанности входит и составление схемы расположения горных выработок, таких как канавы, шуфы, стважины, шахты и так далее. Он определяет плотность породы, рентабельность задействования тех или иных способов разработки, подбирает технику. Но поиск полезных ископаемых и прогнозирование рентабельности разработки их месторождения это не единственная задача, которой предстоит столкнуться геологу. Их работа важна и в строительстве, когда изучается тип территории, на которой должны вестись работы. Уфердикто профессионала зависит, подходит ли выбранная территория для построения здания или транспортных коммуникаций. Проводится исследование геологического характера. Важность их исследования состоит в том, что при неправильном расположении строительства это может стать причиной разрушений и даже гибели людей. Они оценивают техническую активность, плотность паспорт земной коры и ее состав. Также изучение подбирает и подземные воды, которые могут стать причиной затопления. Работа геологов помогает предотвратить катастрофы. Задачей этой науки входит также и изучение геологического характера местности. Сейчас за каждым потенциально опасным местом земной коры ведется пристальное наблюдение геологов, чтобы исключить трагедии. Землетрясения, цунамии, движения вулканов эти явления также изучают полученную прикладную геологию. В настоящее время геологические разведки ведутся не только на земле, но и в космосе. В дальнейшем геология может значительно расширить свои горизонты и получить еще больше направлений. Посмотрим рельеф земной поверхности. Рельеф – это особенность земной поверхности, которая является частью местности. Горы, холмы, плато и равнины – это четыре основные формы рельефа. Незначительный же тип отмечает в себя галины, каньоны и бассейны. Движение тектонических видов под землей может иметь и создавать новые формы рельефа местности, поднимая горы и создавая холмы. Эрозия, вызванная водой и ветром, может разрушать землю и создавать такие рельефы, как долины и каньоны. Оба процесса происходят в течение длительного периода времени. Иногда такие явления могут занимать миллионы лет. Фактически реке Калорадо потребовалось 6 миллионов лет, чтобы создать большой каньон в Адокурсанском штате Аризона. Длина большого каньона составляет 146 километров. Самым высоким рельефом на земле является гора. Это гора Эверест. Ее называют Джаману-Дунгма, которая находится в Непале. Она имеет высоту 8 848 метров над уровнем моря. Это часть гималая, которая находится на территории нескольких стран Азии. Рельеф также проявляется и под водой, в виде горных степень и бассейна на морском дне. Например, Марианская хавина – самая глубокая форма рельефа на земле. Она находится в нужной части Тихого океана. По замерам 2011 года ее глубина составляет 10904 километра. На этом слайде представлен рельеф земли, равнинами, спадинами, островные дуги, жалоба, горы, равнины, котловины. Самая высокая гора земли – Эверест и самая глубокая Марианская спадина. А это река Колорадо. Рассмотрим геологические процессы. Геологические процессы – это динамические процессы, вод действующие на форму рельефа и в целом на поверхность земли. Основными геологическими процессами являются выветривание, эрозия и тихонный топли. Эти процессы могут в некоторых случаях быть разрушительными, а в других – конструктивными. Эрозия. Эрозия представляет из себя естественный процесс, который чаще всего происходит из-за того, что в одном месте горные породы и почвы отсловились и переместились в другое. Такое явление может разрушать и уничтожать горы, заполнять равнины, создавать и стирать слеса земли и реки. Но подобные процессы происходят в течение многих тысяч лет. Однако следует отметить, что эрозия может быть испорена деятельностью человека, который своими действиями, земледелем или добычей полезных эскапанов негативно влияет на окружающую среду. Каньон антилопы. Шад Аризона в Америке. Пример эрозии. Выветривание. Примером выветривания может служить арка в штате Юйка, США. Пример механического ветривания. Выветривание – это процесс, который уничтожает существующий рельеф земли за счет влияния ветра и воды. А следствие выветривания приводит к разрушению верхних слоев горных пород. Некоторые из этих процессов являются механическими. Например, расширение и сжатие, вызванное внезапными большими изменениями температуры, растягивающие силой замерзания воды в крышленах, расщеплением, вызванным рамнями растений и воздействием проточной воды. Так, например, дороги требуют постоянной починки осенью или весной. Так, как попавшая внутрь вода может просто разрушить асфальт. То же самое происходит и с горами. На данном слайде вы видите примеры физического вветривания. Рассмотрим типконик и плит. Типконик и плит – это одна из теорий ученых относительно формы земного рельефа. Специалисты предполагают, что поверхность земли состоит из девяти основных подвижных пластей и десяти незначительных. Некоторые из этих пластей не соответствуют континентальным границам, а некоторые включают как территории континентов, так и океанов. Все они разных форм и размеров и находятся в постоянном движении и перемещаются от 1,3 до 10 см в год. Типконическая активность происходит у границ плит, где они сталкиваются друг с другом, тем самым порождая землетрясения или создавая горы и холмы. Рассмотрим предложенную картинку типконик и плит. Здесь мы видим океаническую плиту. Это тип земной коры, распространенной в океанах. От континентов кора океанов отличается меньшей мощностью, то есть толщиной и базальтовым слоем. Далее континентальная кора или материковая. Это земная кора континентов, которая состоит из осадочного, гранитного и гранулит базальтового пластов. Требняя толщина от 35 до 45 км. Максимальная достигает 75 подборными массивами. Далее литосфера. Это твердая оболочка земли, состоящая из земной коры и верхней части мантии до остеаносферы, где скорости сейсмических волн понижаются, предъявляя об изменении пластичных степород. Далее остеаносфера. Предполагаемый слой мантии, подстилающий литосферу, способный к яскому или пластическому течению под действием относительно малых напряжений, позволяющий путем медленных движений постепенно создавать условия гидростатического равновесия. Суббукция тектоники литосферных плит – это опускание горной породы в крае одной тектонической плиты, полурасплавленную акстоносферу внизу, встречается в районах схожения плит. Это процесс погружения одного блока земной коры под другой, так называемая зона суббукты. Спрединг – это геодинамический процесс раздвигания жестких литосферных плит под действием нагнетаемого снижения магматического расплава в области рифтов среди на афемических рифтов. Рифтинг или рифтогенез – это тектонические процессы, приводящие к образованию рифтов, то есть ущелий или расщелин. Горячая точка в геологии – это явление магматизма в отдельных точках внутренних районов литосферных плит. Островные люди – это цепочки вулканических островов над зоной суббукции, возникающие там, где одна афемическая плита погружается под другую. Глупоководный желоб или афемический желоб, глубокая и длинная впадина на дне океана от 5 до 7 тысяч метров и более образуется в результате суббукции, то есть подавдывания океанической коры под другую океаническую или континентальную кору, так называемое схождение. Геологические океанические желоба являются современными геосинклинарными структурами. По этой причине районы желобов часто являются эпицентрами землетрясивой. Одно является основанием многих вулканов. Океанические желоба существуют во всех океанах. В самые глубокие, в Китон, где и находится самая глубокая точка земли, в Марианской впадине. По разным данным, ее глубина составляет от 10 910 метров до 11 22 метров или в низкие значения. Ирландско-чилийский желоб в самой длинной в мире около 6 тысяч километров. Трансформенный разлом. Это тип разлома, который располагается вдоль границы литосферной плиты. Относительные движения плит являются преимущественно горизонтальным и направленным вдоль разлома. То есть кора в месте разлома не создается и не уничтожает. Направление сдвига бывает как левое, так и правое. Не все разломы являются трансформными и не все границы плит не трансформные разломы. Сдвиг. Сдвигами называются разрывы, смещение, по которым происходят по простиранию сместителя в горизонтальном направлении. Среди наокеанических рельеф это крупнейшие формы рельефа дна мирового океана, образующие единую систему горных сооружений протяженностью выше 60 тысяч километров под носительными высотами 2-3 тысячи метров и шириной 250-450 километров. Но на отдельных участках достигают и тысячи. Рифт это крупный пектонический разлом земной коре протяженностью многие сотни и более тысячи километров. Ширина обычно десятки километров. Рифт это узкая глубокая топловина или рог с относительно крупными стволами. Контиментальный рифт имеет большую протяженность сотни и тысячи километров и резко выраженную линейность. Их ширина может составлять и единицы километров, и десятки, и даже сотни километров. Теория тектоний пеплиц это современная значительно усовершенствованная версия знаменитой гипотезы брейха континентов Альфреда Вегенера, которую он представил в 1912 году. Он предположил, что все континенты были когда-то частью единого массива суши, который он назвал Пангеей, до распада и принятия их в нынешней форме. Здесь фото Вегенера и предполагаемая суша Пангея. Пангея это сверхконтинент, существовавший в конце Павиазоя и начале Мезозоя и объединяющий практически всю сушу Земли 335-175 миллионов лет назад Ганбану, Лаврентию, Балтию и Сибирь. Существуют различные геологические процессы, которые являются крайне опасными для населения. Это извержение вулканов, тунами, изменение климата, наводнение, космические воздействия и так далее. Если же изучать такие явления и понятия природы, то можно защитить множество людей. На данном слайде представлены извержения вулканов Гватумами и извержения вулканов Холин. Они отличаются формой извержения. На данном слайде мы видим геологические процессы, как цунами и наводнения. Цунами на Аляске самое крупнейшее цунами 9 июля 58 года и плавки произошедшие уже в 2020 году. Посмотрим геологическую историю Земли. Геологическая история Земли это эволюция континентов, океанов, атмосферы и биосферы. Свои горных пород на поверхности Земли поддерживают свидетельство эволюционных процессов, которые претерпевают эти компоненты земной среды. И обголоски каждого геологического процесса остаются храниться в безмерном хранилище информации горных пород, которые словно учебник открытых для прочтения и подарят знания тому, кто сможет их прочесть. Благодаря работе геологов мы имеем довольно детальное представление об истории нашей планеты на миллионы лет назад. На данном слайде схематическая биологическая история планеты представлена 6-7 миллиардов лет назад образовалась первичная холодная земля, затем происходит разогрев земли метр, затем массовое излияние лав в лунную эру. В очередь образуется первичная атмосфера и первичная земная кара, а уже из атмосферы образуется первичный океан гидросфера, через половину 5 миллионов лет, миллиардов лет назад. Перейдем к геоханологии. Геоханология это универсальная шкала измерения геологических событий, происходивших в истории Земли. Причем это не просто шкала, ровно разделенная на миллионы и миллиарды лет. В этой линейке отмечены числа события планетарного масштаба, зарождение жизни и выход животных на сушу, начало раскола гипосферных плит и брейка континента, вымирание динозавров, появление человека разумного. Геоханологическая шкала и гестратографическая шкала служат для обозначения больших временных промежутков в истории Земли. Промежутки от сотни тысяч лет до миллиона лет. Шкала делится по уровням на следующие элементы. акротема это самое крупное стратеграфическое подразделение. Здесь выделяются две акротемы криптозой и фанерозой. Криптозой это эпоха скрытой жизни, когда обитавшие организмы исчезали практически без следа, в свою очередь гелеса на артеи и фанерозой. Фанерозой эпоха открытой жизни, когда появились остатки и следы жизнедеятельности живых существ, по которым производится более дробное геохронологическое деление. Вот так выглядит геохронологическая шкала. Делится на Ион, Эру и Кириод. Ион, в свою очередь, делится с фанерозой, представлен кайнозоем и зазоем и полязоем. И каждая из Эры представлена периодом. Докембрий делится на протерозой, архей и катархей. Протерозой имеет Эры, архей имеет только Эры. А Эры Протерозой имеет также периоды. Последняя колонка представляет временной отрезок. В этой шкале отражены не только Ионы Эры периоды, но и также основные события, произошедшие в данный период времени. Например, Палерозой, Палерозойское время произошло появление большого количества новых групп организма, так называемый кембрийский взрыв. Докембрии, протерозои, происходит пик проявления полосчатых железистых кварцитов. эорхей, время, в котором происходит образование гидросферы, появление примитивных одноклеточных организмов, образованных троматолиты. На данном слайде представлены контрольные вопросы, на которые вы должны будете дать ответы. рекомендуемые источники книги и интернет-ресурсы, которые вы можете взять в библиотеке или найти в интернете. Спасибо за внимание.